Мне очень нравится бывать в лесу. Я чувствую реальную необходимость находиться здесь. Не знаю как это объяснить, хорошо мне здесь короче. Хочу посидеть немножко с костерком. У меня с собой вот такая вот штука. Это топор Fiskars X-15, я приобрел его где-то 2 года назад. Выглядит конечно круто, но мне все равно захотелось его раскрасить. Вот такой вот дизайн и у хазардов везде присутствует. По итогу я подарил его своему другу. Можно заметить, что он довольно часто бывает на природе. Рабочий. Хоть я и покрывал рукояти лаком, но из-за частой эксплуатации в некоторых местах образовались потертости. В конце концов это топор. Это топор. Им деревья рубить надо, а не любоваться. В тот момент, когда я занимался его оформлением, у меня даже и в мыслях не было как-то запечатлеть этот процесс. Идея снимать пришла ко мне чуть-чуть попозже. А ведь действительно. Очень легко упустить из виду какие-то интересные перспективы, когда ты постоянно чем-то занят. Ставя на поток какую-либо деятельность, в том числе и творческую, можно очень легко присытиться к этому. И было бы энтузиазмом как не бывало. Поэтому я считаю, что перерывы и паузы просто необходимы. Они позволяют абстрагироваться от происходящего и посмотреть на деятельность как бы немножко с другой стороны. В конце концов, почему бы и нет? Ну, во-первых, отдохнуть это всегда хорошо. Перевести дух, так сказать. А во-вторых, в свежую голову намного охотнее лезут интересные идеи, смелые решения и, как следствие, появляются новые проекты. Кстати, еще длительный перерыв – это отличный способ проверить, действительно ли нравится тебе то, что ты делаешь. Если ты начинаешь скучать по своей деятельности, то можно с абсолютной уверенностью сказать, что на данном моменте в своей жизни ты находишься на своем месте. А когда ты на своем месте, то жить кайфово. Блин, я так считаю. Когда ты на своем месте, то тебе классно и людям вокруг тебя. Ну вот, теперь можно и позалипать нормально. Позалипать на вашу работу со стеной. Благо скидывать его их туда довольно часто. Это, кстати, стимулирует туда заходить каждый раз. Может быть, кто не в курсе, я рисую портреты на заказ. И если у вашего друга скоро днюха и вы не знаете, что подарить, то поздравляю вас. Уже знаете.